Всем привет! Меня зовут Дохнова Юля. Сегодня у нас с вами первый отчёт по совместному проекту «Связать до Нового года». Этот проект придумала Анастасия Рынашко, для тех, кто ещё не знает. Внизу под видео в описании я оставлю ссылочку на Настю и буду оставлять ссылки на все видео, мои видео, которые будут выходить по этому совместному проекту. Поэтому, если вы хотите посмотреть предыдущее видео, где у меня там планы мои и где я показываю пряжу, с которой я буду вязать, можете посмотреть в описании. За эту неделю я связала вот такую вот шапочку, которая ещё не была на ВТО. Я её только-только-только довязала, чтобы сразу вам показать. На неё ушёл ровно один моток Ализе Ланаголд Классик на объём головы 56. Вязала на спицах 2,5 см с цвета номер 240. Для тех, кто не знает Ализе Ланаголд, 100 грамм, 240 метров. Здесь у нас 49% шерсти и 51% акрила. Эта шапочка будет у меня с одним отворотом, либо же с двумя отворотами, но небольшими. Смотря какая будет погода на улице, она и так, и так на мне хорошо сидит. Вязала я по кругу на укороченных спицах 2,5-40 см. Уже по поводу параметров этой шапочки я буду рассказывать в видео с готовыми работами. Поэтому сейчас особо на этом не зацикливаемся. В объём, я уже сказала, она 56 и в высоту до ВТО она у нас 32 см. Сейчас я её отправлю в стирку и потом она высушится. И я посмотрю, как она. Было бы хорошо, если бы она немножечко потянулась. Тогда бы у меня отвороты мои два были прям шикарные. И так как должны были изначально выглядеть. Далее я вязала джемпер на себя или свитер, это ещё вопрос, с Ализе Ланаголд Классик, цвет номер 203. Вот такой вот синий, он с лёгкой меланжи, такой, я бы даже сказала, с сединцой. Он не просто синий. Я связала одну сторону. Это у меня перед. Я говорила, что у меня это оверсайз. И вот так вот выглядит передняя часть. Вот так вот на скос пошла моя линия. И здесь я использовала лицевую гладь и узор рис. Ряд лицевой, ряд изнаночный и уже меняла узорчик. Вот. Вырезала немножко плечи и рукава. Сделала такую отделку. Теперь я решила, что со стороны, где у меня узор рис, я буду вязать рукава узором рис. А с той стороны, где у меня лицевая гладь, я буду вязать узоры лицевой гладью. На одну такую часть у меня ушло два моточка Ализе. У меня было их изначально пять. Я ещё докупила два мотка. Ну, шесть у меня точно уйдёт. А седьмой я взяла на всякий случай. Чтобы в случае, пускай он лучше останется. Но, а не так, что мне не хватит. И придётся заказывать всего лишь один моточек. Вот. И я связала ещё половинку задней части. Это у меня зад. И я вывязала ровно один моточек до этого момента. То есть, я за эту неделю вывязала три мотка Ализе Ланаголд Классик на джемпер. И один моток я вывязала на шапочку. Итого, четыре мотка, я думаю, очень даже неплохой результат. Если перевести в метры, то это получается сколько у нас? Девятьсот шестьдесят метров, правильно? Я думаю, это вполне себе так достойненько. Вот такие вот у меня дела. В своих планах я указывала, что хочу связать синий джемпер, две пары носков, шапочку резиночкой один на один с отворотами. Ну, либо это один будет отворот, либо это два отворота. В моём случае, скорее всего, будет это один отворот. И я могу уже обвести кружочком, что я связала. Потому что я уже спрятала концы. Мне осталось только постирать. А постирать это совсем не энергозатратно. И уже в квартире хорошо топится. Поэтому я возле батареи на ночь на полотенечке разложу эту шапочку. И к утру она уже высохнет. И можно будет отфотографировать её. И со смелой душой выложить в Инстаграм СП готовые работы. Создать до Нового года готовые работы. Вот. Теперь. Так как я вижу, что процесс у меня идёт продуктивненько. На этой неделе я планирую закончить этот джемпер. Потому что мне, по сути, осталось вывязать ещё один моток на спину. Два рукава. И горловина. Я думаю, что, в принципе, я должна осилить такой объём работы. Но должна. Думаю, должна, да. И по субботам я вяжу мелкие изделия. То есть, вот как сегодня я связала шапку. Следующую субботу я спокойно, думаю, свяжу носочки. Либо же, если у меня прям по джемперу я буду видеть, что я его заканчиваю, я его закончу джемпер. Пусть у меня будет лучше одна готовая работа, но она будет готовая. Вот. У меня остаётся здесь теперь четыре пункта. На которые у меня вся есть пряжа. Ссылочку я оставлю тоже в описании с покупками. Той пряжи, которая мне не доставала, я её докупила. И отсняла об этом видео. Пряжа у меня на все мои процессы есть. И я хочу дописать. Ещё здесь один пункт. Шестой пункт. Это будут повязки на голову. Их будет две. Так как одна будет для меня, одна будет для моей мамы. По каким мастер-классам я ещё буду вязать, я не знаю. Так как я хочу, чтобы повязки были тёплые на зиму, поэтому они будут 100% двойные. Какую-то часть я возьму от Анастасии Рынашко. И часть я возьму от Юлия. Тоже я оставлю её ссылочку на канал в описании. У неё тоже есть мастер-класс по вязанию такой модной повязочки. Но эти повязочки они вязали на осень. А я их буду вязать уже на более холодное время. Потому что резко похолодало. А шапки я не люблю. Не люблю ни я, ни моя мама. Поэтому нам нужны повязки на голову. Вот. Поэтому добавляются ещё повязки на голову в количестве двух штук. Пока на этом никаких добавлений не будет. Хорошо, что наш совместный проект, он имеет место быть добавлять, либо убирать. Ну, убирать это, конечно, нет. А вот добавлять можно, если ты рассчитываешь свои силы. И ты знаешь, что тебе этого... Ну, ты реально можешь это заплатить в реальность до Нового года. Я думаю, что мы с этим всем справимся. И в этом нет ничего сложного. Подписываемся на канал. Поставим пальчик вверх за такую продуктивную мою работу. С вами была ваша Дохнова Юля. Всем хорошей продуктивной недели. И я обязательно тоже пересматриваю все ваши видео с нашего совместного проекта. Всё. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok